О том, что сегодня Медовый Спас можно узнать по поздравлениям родственников из мессенджеров, либо по пасечникам на уличных рынках. На улицах в основном можно встретить людей, которые приехали с разных уголков нашего края. А если хочется мед откуда-нибудь подальше, например, с Алтая, его можно всегда найти вот в таких подобных магазинчиках. Давайте зайдем, узнаем, что сейчас продают. А сейчас сезон вот какого меда? Какой сейчас идет? Подсолнечник. Медовый Спас очень много берут меду на подарок. Потому что дарить надо прямо на медовый Спас. Скажите, изменилась ли цена по сравнению с прошлым годом? Немножко подорожаю. Покупают весь. Потому что вкусы у всех разные. Кому что больше нравится. Медовый Спас очень много берут меду на подарок. Потому что дарить надо прямо на медовый Спас. Во-первых, он весь идет для поднятия иммунитета. Ну и, соответственно, каждый на что-то влияет. А еще мед очень вкусно добавлять в чай и согреваться им в холода. А на эту и последующей неделе очень, кстати, актуально. Ближайшие два дня в краевой столице днем плюс 20 и дождь. Но в перемешку с солнцем. Так что шанс погреться еще есть. Ночью температуры будут уже осенние. Внимание, дачники. В ночь на среду температура упадет до плюс 9. Так что либо укрывайте посадки, либо собирайте урожай. В четверг и в пятницу разница между ночными и дневными температурами уменьшится. Плюс 11 по ночам уже и 18-19 градусов днем. И у меня для вас еще две новости. Если до конца дня пойдет дождь, то народная примета гласит, что и 28 августа тоже будет дождливым. Не знаю, не спрашивайте, почему именно 28 августа. В общем, зонт я уже взяла. Надеюсь на осадки. Не потому что хочу, чтобы лето быстрее закончилось и похолодало. А потому что в древности считалось, что если август будет дождливым, то зима будет теплой. Но до зимы нам еще далеко. Нам бы знать, какая будет осень. Про нее, кстати, тоже есть примета. Говорят, что если к дождям прибавятся грозы, то осень обещает быть затяжной. Стефания Микишова, Алексей Морозов. Новости Прима.